Итак, в этом видео мы с вами продолжим разбираться с хостингом justhost.ru И в этом видео давайте разместим на данный хостинг сайт на движке Joomla Ссылку на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео Меня зовут Федор Васильев и давайте начнем Прежде чем перенести движок Joomla на данный хостинг Нам нужно сначала создать базу данных, так называемую базу MySQL Нажимаем управление MySQL, вот на эту ссылку Для начала создаем базу, вот здесь вот есть такая неприметная ссылочка Создать новую базу данных, нажимаем Здесь нужно придумать имя базы данных, имя пользователя и придумать пароль Ну так как у нас тестовый сайт, тестовый домен На ваше усмотрение, можете сразу придумать какую-то себе базу Я вам напишу тест То есть мы по факту назначаем именно концовку базы, то есть имя базы будет звучать так Вот это начало, оно неизменно и плюс после нижнего подчеркивания, да, здесь будет ваше название Также имя пользователя, база данных, я конечно рекомендую делать разное Но в данном случае я сделаю также тест Также пароль можно написать свой или нажать произвольный Нажмете произвольно, значит система выберет какой-то свой пароль Позже вы его сможете увидеть и где-то сохранить Ну я напишу свой пароль Повторите пароль Также повторяем пароль Нажимаем создать Вот эти данные, они вам могут понадобиться Я рекомендую вот это все вот так скопировать и поместить куда-то в блокнот и на флешку Эти данные мы сейчас будем прописывать, когда загрузим Joomla на хостинг То есть имя базы данных у нас У вас соответственно здесь свое имя Хост обязательно тоже это нужно будет прописать чуть попозже Имя пользователя и пароль, это все мы запоминаем То есть вы можете даже эту вкладку не закрывать Чтобы потом просто отсюда скопировать данные и подставить в нужные поля при установке самой КМС Итак, что по поводу Joomla Я рекомендую конечно же качать Joomla официально с сайта joomla.org Заходите сюда на данный момент записи урока Последняя версия Joomla 3.9.0 Качайте дистрибутив на компьютер У меня уже скачан И давайте приступим к загрузке Joomla на хостинг Для этого, чтобы открыть эту вкладку Чтобы оставить эту вкладку открытой Чтобы потом взять отсюда данные Я нажимаю вот по главной правой кнопкой мыши И открыть ссылку в новой вкладке И в новой вкладке я перехожу в корневую, так сказать, директорию панели DirectAdmin Итак, нажимаем вот здесь вот такая есть кнопка файлы Кликаем по ней Заходим в Publish HTML папочку Видим здесь есть папка и разные файлы Они нам по сути здесь не нужны Давайте посмотрим Сейчас на тестовый домен То есть если мы перейдем вот так вот на главную У вас вот здесь вот текущий домен Будет свой тестовый домен Я предлагаю сюда и разместить Joomla Так как мы тестируем хостинг 15 дней И, в принципе, пока регистрация домена нам не нужна Мы тестируем на тестовом домене Соответственно, вот этот адрес можете скопировать Вбить в адресную строку Мы видим с вами вот такую вот картину То есть вот эти вот файлы Вот здесь вот напротив можно выделить галочкой Здесь у нас будет располагаться Joomla Вот эти все нам файлы здесь не нужны Выделяем все галочками и это можно удалить Вот здесь вот внизу есть кнопка удалить Нажимаем удалить и подтверждаем ОК Для этого можете воспользоваться бесплатной программой Она называется FileZilla Можете вбить в поиск и скачать ее с официального сайта Абсолютно бесплатно Или Total Commander Тоже бесплатная программа Если она у вас уже есть на компьютере, то хорошо И какие нам данные здесь необходимо ввести Чтобы мы могли соединиться с нашим хостингом Для этого мы проходим на почту Открываем письмо, которое нам приходило ранее от хостинга Здесь прокручиваем до пункта 4 Подключение к FTP И здесь есть параметры host, port, логин и пароль Это все нужно прописать То есть я копирую сначала host, как он есть Открываем программу FileZilla Вот здесь, где поле host, прописываем соответственно host Копируем также из письма У вас свой логин, у меня свой уникальный Проставляем имя пользователя, логин И прописываем пароль Соответствующее поле Соответственно, порт 21 всегда И нажимаем быстрое соединение Немножко ждем И вот в этой области в окне должны отобразиться папки Значит, мы с вами подсоединились Здесь мы сразу видим папку publish.html Двойным кликом мыши кликаем Открывается папка И сюда можете прямо из вашей папки Перенести джуму левой кнопкой мыши Видим, что архив у нас загрузился Теперь можно закрыть программу FileZilla Переходим в панель хостинга Переходим в файлы Переходим в папку publish.html Видим вот здесь у нас Joomla 3.9.0 И появляются ссылки Нам нужно распаковать данный архив Нажимаем вот здесь ссылку распаковать На этой странице мы нажимаем вот здесь на кнопку извлечь Нужно дождаться вот такого сообщения Файл извлечен И подробнее И ссылка перейти Давайте кликнем по ссылке Посмотрим Вот мы видим структуру всех папок Распакованные наши джумлы То есть если мы с вами перейдем еще раз Давайте в файлы Посмотрим сначала publish.html Да, вот они все файлы Вот здесь архив именно zip Самой джумлы Только не ошибитесь Здесь вот точка zip в конце Он по сути вам не нужен Чтобы место Не загромождать на хостинге Напротив ставим галочку И удаляем Архив он нам больше здесь не нужен Далее мы нажимаем еще раз вот здесь вот на главное По вашему домену Можете перейти Или я прям отсюда его скопирую Обратимся к нашему тестовому домену И у нас должно появиться вот такое окно То есть установка джумла То есть одну часть мы с вами уже сделали Теперь давайте все это дело установим Выбор языка Ну а соответственно русский язык Название сайта Причем вот эти поля все вы можете потом поменять в админке Поэтому название сайта Я пишу тест Описание не обязательно сейчас заполнять Эмейл адрес Если у вас есть уже какой-то специальный эмейл Например у вас есть уже домен свой и привязанная почта к нему То прописывайте ее Если нет можете прописать свой обычный электрон ящик Который вы везде используете Чуть позже мы с вами будем регистрировать почту Именно на самом хостинге Прописали почту Логин администратора Старайтесь не писать логин админ Но в любом случае вы сможете изменить это в админке Не забудьте об этом Так как тестовый сайт Если у вас он тоже тестовый Можете написать админ Почему не писать админ Потому что это связано с безопасностью Здесь лучше придумать уникальное имя И соответственно пароль должен быть сложный Также в админке этот пароль вы потом сможете изменить После этого мы нажимаем на кнопку далее И вот здесь вот ответственный момент Можно сказать самый сложный Потом все будет уже легче Нужно правильно прописать название нашей базы данных Которую мы создали ранее Я вас просил не закрывать вот это окно То есть смотрите база данных Прямо отсюда копируем Имя сервера пока пропускаем Имя пользователя Вот имя базы данных Проставляем там где это написано Вот имя базы данных Дальше хост обязательно копируем Как он есть здесь целиком Смотрите чтобы не было никаких пробелов Скопировано Имя сервера базы данных Это проставляется здесь То есть удаляете что там написано И проставляете свое Соответственно имя пользователя У меня абсолютно такое же Как имя базы данных Я проставляю это здесь И пароль Именно тот пароль Который вы создавали К базе данных То есть вот здесь у меня свой пароль У вас свой То есть этот пароль Позволяет подключиться к этой базе данных Если пароль будет неправильный, у нас произойдет ошибка. Пароль проставляем. Префикс таблицы не трогаем, здесь больше ничего делать не надо. Нажимаем «Далее». У меня произошла ошибка, иногда такое бывает. В сообщении на английском языке нам система говорит, чтобы подтвердить, что вы являетесь владельцем этого сайта, пожалуйста, удалите файл с именем. Таким-то мы создали в папке «Инсталляция вашего сайта Joomla». Давайте удалим этот файл. То есть вот этот файл .txt. Давайте пройдем с вами в DirectAdmin и перейдем в файлы. Перейдем в Publish.html. Вот папка «Инсталляции». Заходим. Вот файл, на который ругается система. У меня, честно говоря, такое впервые. Уже столько лет устанавливают Joomla, но вот какой-то файл здесь у нас система ругается. Выбираем его и нажимаем «Удалить». Файл удален. Переходим на вкладку. На наш шаг установки. Соединение с базой данных. Шаг номер два. Давайте проверим, имя сервера у нас остается, имя пользователя то же самое, имя базы данных – да. Не забудьте, пароль у нас здесь слетел. Проставляем пароль к базе данных. И нажимаем «Далее». Итак, у нас благополучно это шаг пройден. Последний шаг – три. Установка демо данных. Это мы делать не будем. Демо данные – это предустановленные статьи, какие-то страницы созданы, настройки. Если мы оставляем «Нет», то сайт Joomla будет чистый. Ничего там установлено не будет. Соответственно, здесь важной конфигурации нужно посмотреть. Вот здесь вот, видите, вот в этом области, вот в этом окне здесь должно стоять везде «Да». То есть хостинг отвечает абсолютно всем требованиям Joomla. Остальные параметры тоже, в принципе, стоят нормально. Нажимаем «Установить». Итак, поздравляем, вы успешно установили Joomla. Установить языковый пакет. Давайте нажмем, чтобы у нас админка была на русском языке. Практически в самом низу здесь есть, вот он, Russia. Выбираем русский язык. Если у вас какой-то иной язык, выбирайте его. Ставим напротив галочку и нажимаем «Далее». Здесь не забываем, язык панели управления – русский, язык сайта – русский. Нажимаем «Далее». Почти все. Остается нам удалить директорию инсталляции. Кликаем на эту оранжевую кнопку. Надпись на кнопке меняется. Видите, директория инсталла успешно удалена. Можем перейти на сайт или панель управления. Кликаем «Панель управления». Вплывает окно авторизации в админке. Я писал «Логин админ» и пароль. И нажимаем «Войти». Итак, мы благополучно с вами вошли в админку. Если кликнуть вот сюда, вот на тест, мы попадаем на фронтальную часть сайта. То есть так она и выглядит. Вот этот шаблончик простой. Я вас поздравляю, мы с вами установили Joomla на данный хостинг. Теперь вы можете на этом сайте делать все, что вы хотите, устанавливать что-то, менять шаблон и тестировать хостинг в течение 15 дней. Соответственно, в следующем уроке поговорим о почте хостинга, как создать почту, как настроить автоответчик, как установить почту на Joomla и так далее. Итак, вы видите, вот тестовый домен, вот фронтальная часть сайта. Все работает. Что еще я рекомендую сделать в первую очередь сразу на хостинге, на новом хостинге, как только вы создали сайт? Убедиться в версии PHP, так как у нас последняя версия Joomla, и лучше, чтобы версия PHP стояла максимальная, так как это исключает какие-то ошибки на сайте, и это позволяет сайту быстрее грузиться. Это очень важный момент. Здесь в Direct Admin дополнительные опции Select PHP Version. Вот здесь такая ссылка на английском языке, кликаем по ней. У меня по умолчанию, скорее всего, и у вас стоит 7.1, но это достаточно свежая версия PHP. Здесь по стрелочке можно выбрать версию PHP. Здесь есть возможность выбрать 7.2. Я рекомендую это сделать. И после этого нажать на кнопку «Сделать текущий». После этого здесь выше видно, что у нас текущая версия PHP 7.2. Посмотрим на наш сайт. На главную страницу обновимся. Если бы с PHP здесь что-то было как-то не соответствует, то здесь сразу бы на главной посыпались какие-то ошибки. Так как у нас с вами главное в порядке. Обновим админку. Здесь тоже все хорошо. Теперь наш сайт в данный момент очень быстро загружается. Напоминаю, что ссылка на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео, если вас этот хостинг заинтересовал.